Лучшее в стране на телерадиоканале Страна.ФМ Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов. Программа «Лучшее в стране» и посмотрите, кто сегодня озаряет своим присутствием нашу студию. Итак, позвольте вам представить замечательных артистов. Екатерина Гусева. Здравствуйте, друзья. А также Александр Агулин. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Есть большой интересный творческий повод, о котором мы сегодня будем говорить. Не просто какой-то там спектакль, а настоящая рок-опера. Друзья, 24 мая в 19.00 состоится премьера рок-оперы «Карамазовый». Вот об этом мы сегодня будем рассказывать. Я так понимаю, что это работа, которую Александр, не только как исполнитель, создал одной из партий, но и как автор. Можно я расскажу про Сашу? Можно. Пока Саша собирается, да, Катя? С мыслями я про него расскажу. Саша пока собирается. Александр Рагулин. Актер. Музыкального театра в том числе. Актер Рамта. Владежного театра. Мы с ним познакомились вместе на мюзикле «Граф Орлов. Театр оперетты». Он тоже продолжается еще? Нет, он уже закончился. Сейчас идет Анна Каренина. А несколько лет назад шел «Граф Орлов», где Александр был, собственно, графом Орловым. Правильно, Сань? Да. Актеринка и Екатерина II. Да, своей тезкой. Так вот, Александр написал либретто, поэтический текст к роману Достоевского «Братья Карамазовы». Сам написал музыку в рок-стилистике, сам как режиссер поставил спектакль, играет главную роль Митю Карамазову, хотя все роли у нас главные, правильно? Все. Все главные. Набрал топовых людей музыкального театра, лучших. Теона Дольникова, Ольга Беляева, Сергей Ли, Евгений Вальц, Игорь Балалаев, Денис Демкев. Владислав Погиба, артист Российского академического молодежного театра, мой друг. Он новый человек в этой сфере, но поет он нисколько не хуже всех остальных. И Екатерина Гущева. Заслуженная артистка Российской Федерации, дорогие друзья. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, 8909-928-189, смс в WhatsApp у Viber, пишите, вопросы буду задавать. Итак, значит, каким образом вообще мысль-то возникла на Достоевского? Мысль возникла совсем недавно, кстати говоря, как раз когда мы работали с Катей в Графе Орлове. А роман я прочитал, будучи лейтенантом, когда я выпустился, только выпустился из военного вуза. И прочитал тот роман, который меня перевернул, который вообще оформил меня как верующего человека, оформил мои мысли и вообще на какой-то путь направил, и много рассказал о душе человека. Я считаю, что этот роман недаром считается русской Библией, и он должен быть в сердцах каждого из нас, потому что там сказано очень много о нас самих. И поэтому по прошествии времени, по прошествии того, как я приобретал опыт и сценический, и опыт работы в музыкальном театре, и имел отношение к очень многим произведениям в виде либрета Юлия Кима, к музыке Романа Игнатьева, я понял, что так как у меня есть тоже музыкальные и композиторские способности, и я всегда сочинял стихи, я вот замахнулся на такую утопию. Но вот как сейчас показывает практика, как говорят мне мои друзья, и Катенька, и зрители после спектакля в первую очередь, вот мы понимаем, что это получилось, и мы всех ждем на премьеру, чтобы они, в общем-то, стали свидетельствовать. Билеты еще есть, я так понимаю, да? Да, билеты пока есть, да. В интернете посмотреть, начало в 7 вечера, приходите. Вот расскажите, можно ли после этого как-то, ну, сфотографироваться, например, с действующими лицами? Как у вас принято? Потому что сейчас же важно, ну, ничего себе селфи с представителями творческой интеллигенции. Ну, вообще на служебном входе всегда фанаты и поклонники ждут после спектакля, поэтому никаких проблем с этим нет, у нас все люди очень простые, вот, а Катя, несмотря на то, что она у нас такая знаменитость, она, мне кажется, вообще самая простая, вот, никогда не отказывает. Друзья, мы, пока вы заказываете билеты, сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, посмотрим, послушаем немного музыки на стороне FM, ну, а потом вернемся к нашим гостям. Лучшее в стране Друзья, мы продолжаем, это телерадиоканал Страна FM, программа «Лучшее в стране». Екатерина Гусева, Александр Рагулин, да, что-то обсуждают. Да, ребят, ну, мы обсуждаем сегодня событие, к которому приближаемся, это 24 мая, 19.00, театральный центр на Страстном, добро пожаловать на рок-оперу Карамазовой. Карамазовой, как вообще, 30-го у вас же было выступление уже, расскажите вот об этом, как все, как автор, Саш, какие-то коррективы, наставления, выводы. Площадка замечательная, вот, она очень нам подходит по своему формату, потому что эта площадка считается экспериментальной, площадка замечательная в том плане, что она находится на Пушкинской площади, прямо напротив театра мюзикла, и вообще место очень хорошее, и сама по себе Пушкинская площадь вообще, и наша поэтическая либретто, как уже сказала Катя. Все очень сочетается, и спектакль прошел замечательно, и вот Катя, к сожалению, не играла, она не могла, она будет играть 24-го. Вот как раз у нее 24-го дебют будет. У Кати будет 24-го дебют, но роль Грушеньки она уже исполняла, вот, в наших, скажем так, версиях камерных, а сейчас она будет исполнять роль Катерины Ивановны, и вот я лично этого очень жду, потому что, не только потому, что Катя, опять Катерина Ивановна, потому что Катя, она вообще у нас человек высокого класса, актерского. По поводу вокала, давайте спросим Катю, потому что Катя, может быть, в отличие от многих, некоторых участников спектакля, не занималась настолько глубоко музыкой. То есть Катя прекрасно поет, мы это знаем, но что касается нотной грамоты Катя, вот здесь как? Как было общаться? У нас есть бойцы в отряде тоже, самородки, которые не знают нот, вот, не сейчас, не будем называть фамилии, вот, ну, поговорим обо мне, я действительно нот не знаю, но моя дочь заканчивает первый класс музыкальной школы, и поэтому сольфеджио вместе с ней я потихонечку все-таки изучаю и подбираюсь, не могу сказать, что мне это помогает, скорее мешает, скорее я стала, может быть, себя больше контролировать, как-то вот я так это все, не знаю, борются во мне алгебра и гармония, борются, пока борются, не знаю, посмотрим, кто победит. Ну, получается прекрасно. Но вокалом Катя занималась очень много. Ну, свое музыкальное образование я все-таки получила в мюзикле «Нордост», я пела и... И продолжаю петь. Но тогда это был действительно такой вызов, потому что 32 музыканта в оркестровой яме, ария Катя около четырех минут, и тут такой элемент классического вокала, в общем, классическая школа вокальная нужна была. Я освоила ее буквально, наверное, за четыре месяца. Два раза в день занимаясь вокалом, каждый день с Юлией Расудовой, мой педагог, с которой я по сей день работаю. Ну, вот уже много лет, по-моему, уже с ней, да? И мой педагог. Много лет, да. Юлечка, спасибо. Слушайте, ну, если я ничего не путаю, на графе Орлове у вас было какое-то прямо самооткрытие в плане вокала, там какие-то ноты там приходилось брать, о которых вы и не подозревали в себе. Наш композитор Роман Агнатьев, который написал эту музыку, он раскидал партию Екатерины Великой вот просто по клавиатуре, и он не думал о том, кто это, колоратурное собрано будет петь или какой-то там контр-альт, как называется самый низкий женский голос. Там в этой партии есть ре, малая октава. Это что-то такое вообще вот ровное, низкое. Теревовещательное, да. И в то же время такие вот ультразвуковые верхи, верха. Просто вот такая властная всемогущая женщина, и он решил наделить ее вот таким вот диапазоном. И я помню, когда я пришла первый раз на репетицию, Альсана Васильевна Куксо, наш концертмейстер театра «Московская оперета», которая работала и с Лилия Марфейса, шмыгой, то есть замечательная, великая женщина, педагог, скорее даже больше, чем просто концертмейстер. Она мне сказала фразу, если голос не жалко, давайте попробуем. Какая молодец. Я никогда этого не забуду. И я решила попробовать. И, в общем, я ни секунды не пожалела. Это был такой вызов самой себе, голосу и вообще профессии. Но интересно, диапазон стал, расширился. И дальше, даже, как сказать, есть грудной регистр. Сейчас, может быть, какие-то вещи заумные говорю. Все знают, Кать. Да, но потом переход на головной регистр и так далее. В общем, диапазон у меня вырос. Благодаря этой роли я очень рада. Это здорово. Уже после этой партии ничего не боюсь. Ну, а сейчас, чем будет пугать Саша, мы поговорим еще позже. Кстати, под впечатлением чего, Саша, она создавалась, музыка? Как вообще композитор? Я уже говорил, что, в общем, под впечатлением тех спектаклей музыкальных, в которых я участвовал. Плюс это и рок-опера Юнона и Авось. Потому что тогда как раз я пробовался на роль Рязанова, и меня утвердил композитор Великий Рыбников на эту роль. И потом мы почему-то не договорились по простейшему вопросу. Денег. Денег. По шкурному вопросу бывает. Ну, просто я не хочу ничего говорить. Правда, что ли? Я просто шутила. Но уже сказал. Ну, и просто это была такая, как бы, третья партия. Надо было быть третьим составом и играть там раз в три месяца. Я говорю, ну, а какой смысл? Я пришел, я свое удовольствие получил. То есть меня утвердил Рыбников. А то, что я это играть буду раз в полгода, какой смысл? И там, ну, ладно, не будем, как говорится. Главное, что я прослушал всю рок-оперу эту. Я считаю, что это величайшее произведение. Вот. И, если честно, я жалею, что я тогда, в общем, так поступил. Наивно. Наивно поступил. На самом деле, прикоснуться на сцене надо было к этому обязательно. Но сама музыка имеет глубочайшее, ну, произвела на меня глубочайшее впечатление. Плюс это и отверженный мюзикл, отверженный. Ну, и все наши мюзикл, которых вот наши, которые Юликин и Роман Игнатьев сочиняют. Конечно. Ну, а сейчас, друзья, попробуем и увидеть рок-оперу Карамазову в эфире «Страна-ФМ» очень скоро. Все, дождитесь. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Друзья, Екатерина Гусева, Александр Рагулин в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Мы поняли, что Александр создал это произведение, написал либрет, написал музыку. Как появилась заслуженная артистка России Гусева в вашей работе? Расскажите. Можно я скажу? Да, можно, конечно. А я поправлю, если что. После того, как Алексей Владимирович Бородин приходил в худрук моего театра, мой учитель моего театра, нашего театра, вот с моими, в общем-то, коллегами по театру, моего театра сказал. Вот, и у нас возникли вопросы. Так вот, он сказал, как вам удалось затянуть Катерину? Вот, ну, я сказал, что мы играли вместе с Катей, что Кате очень понравилась музыка, и что я очень-очень давно Кате музыку эту показывал. Вот, и Кате музыка тогда тоже понравилась. Но Кате нужно было, конечно, это все увидеть, потому что... Просто так Кате не могла. Ну да, и мы очень-очень все рады, что Катя согласилась, и так получилось, что девочки... Девочки у нас всего две, вот, состава нет. И Теона уезжала в Америку. Теона Дольникова, да? Теона Дольникова, да, наша дорогая. Вот, и тогда я сказал, Катя... Ну, а теперь я расскажу. Да, пожалуйста. Не помню я, Саша, к сожалению, что ты мне показывал. Нет, ну, он мне подарил диск, послушай. И, честно говоря, диск был не подписан. Я положила его в машину, в кармашек. Потом переложили в такой, где все диски. Да, потом что-то сдавали машину в чистку, химчистку. Надо было все вытащить. А потом я через некоторое время, может быть, даже год, обнаружила какую-то пустую пластиночку, неподписанную. Поставила, думаю, что это такое, выбросить, не выбросить. Думаю, как красиво. Я с Аней не могла вспомнить, что это, представляешь? Потом у Сережи Ли... Кошмар. С Сергеем, да, прости. Сережи Ли мы вместе с мюзиклом «Норд Ост». Мы там с ним работали, играли, познакомились. Потом я смотрела, его видела в мюзикле «Метро», в мюзикле «Ноттердам де Пари», где он был лучшим клопеном мира. И даже на арене «Де Верона» в Италии, на огромной сцене, я помню, был такой юбилейный спектакль «Ноттердам де Пари». Сережа там представлял Россию в этой роли. Это вообще было, да. Почетно, да. Обладательница «Золотой маски» Теона Дольникова. Олечка Беляева, с которой мы вместе играем Анну Каренину по очереди, попеременно. Лера Ланская, Оля Беляева и я. Женя Вальц – это Иисус Христос, суперзвезда. А я Магдалина в нашем театре массовета. Демкев – это Левин. Каренин – это Игорь Балалаев. То есть это братья и сестры, как я называю. Мои друзья, родные, мне близкие люди. Знаю я их уже 150 лет. Столько вместе сыграно и прожито, пережито. И вдруг они на одной афише. А меня нет. Вау! Нет, я в этом сначала не подумала, естественно. Я вообще раб рампы. Я играю шесть спектаклей в месяц Анны Каренина. У меня пять названий в театре Моссовета. При этом нужно еще успевать сниматься, петь песни и вести программу на канале «Культура». В общем, патовая занятость. И я не представляла, что в моей жизни может появиться еще театр, еще спектакль. Просто физически меня не хватает. Я пришла провести вечер в компании своих друзей, посмотреть на них из зала. В качестве зрителя увидеть, что этот Карамазовый. А я только что выпустила «Идиот» Достоевский в театре Моссовета, где играю Настасья Филипповна, премьера прошлого года. Я в теме. Я еще во мне все это горит, клокочет. Федор Михайлович. Я пришла, и у меня был культурный шок. Вот для меня это реально событие года. Это явление в музыкальном и вообще в театре. Авторский проект, когда один человек может и играть главную роль, и написать, и музыку, и текст, и поставить как режиссер. Я сейчас, Саша, про тебя. Саша, смущается. Я пошла второй раз, чтобы у меня в голове это все не смыкалось. Я думаю, да не может быть, как такое может быть? Ведь я месяц жила с этим, значит, смыкала, что вот да, вот это он сделал. Думаю, ну-ка пойду я теперь на Федора Михайловича. Посмотрю, как бы абстрагируюсь, уже приняв тот самый факт. И опять я была вдавлена в кресло, и я плакала вместе с людьми, аплодировала стоя. Вот прошибает просто до мозга костей материал. Очень верно выбрана стилистика именно рок-оперы. И при этом нерве и драйве сколько чистых, простых мелодий, душевных, спокойных, греющих вообще душу, сердце. И случилось так, что действительно Теона не смогла. Два дня пропадали в марте, да, 19 и 22, по-моему. Да. И нужен был кто-то. Ну, конечно, звонок другу. Ну, кто-то. Саша, пометуй, мой восторг. Естественно, он мне позвонил. А я тут же бросилась и вот за какой-то короткий, за несколько репетиций вошла в эту роль. И теперь я, как это называется, на скамейке запасных свинг. Есть такое понятие в мюзикле. Артист, который может в любой момент сыграть любую роль. Универсальный солдат. Вот чем, Катя, вот я не боюсь этого слова, вот ты великий человек. Да, да. Вот потому что человек будущий, как бы, настолько вообще... У меня коротнуло, как говорят электрики, реально. Коротнуло, вот может себе вот позволь, что она вот на запасной... Как вот... Друзья, если хотите, чтобы и вас коротнуло на Карамазовых, тогда знайте, что если сейчас вы отправите слово Карамазовы на номер 8909-9281-899, смс, ватсап, вайбер, и если ваше сообщение будет третьим, два билета вам достанутся. 8909-9281-899, смс, ватсап, вайбер. Ну, а у нас сейчас все-таки мы посмотрим тизер в эфире Странная ФМ. Поехали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Саша, это как раз уже вот фрагмент был снят, фрагмент рок-опера, да? Ну, это не... Это просто тизер, да. Ну, как фрагмент мизансцены, определенные мизансцены, которые под минусовку показаны, определенные, как бы, такие мысли. Это не со спектакля запись, а постановочный, да? Это постановочный такой клип. Просто кто-то нас сейчас смотрит, а кто-то слушает. Вот. Друзья, красивые, одухотворенные лица, костюмы, все очень, мне кажется, в жанре Федора Михайловича, так что приходите, не пожалеете. 24 мая, 19.00. Так, и у нас до конца часа еще будет как раз живое исполнение одной из музыкальных частей рок-оперы, правильно? Да. Так что не пропускайте. Не пропустите. Мы продолжаем. Спасибо. Так, спасибо. Не, можно просто Карамазовы писать. Спасибо. Так, даже братья Карамазовы пишут. 8-909-928-1899, смс, ватсап, вайбер. Пишите. Так, ну и у нас сейчас маленькая пауза, после которой мы продолжим разговаривать про замечательную новую рок-оперу. Лучшее в стране. Друзья, Екатерина Гусева, Александр Рагулин в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ» уверен, что вы уже заказываете билеты на рок-оперу Карамазовы. 24 мая. Театральный центр на Страстном, начало в 19 часов. И у нас есть еще один видеоролик. Мама называется? Позывается «Жду тебя». Он посвящается всем матерям. И братья Карамазовы, то есть три брата из Смердяков, небрачный сын, поют о своим матерям, которых уже нет на белом свете. Вот, такой посыл светлый им на небо. И, в общем, мы этот клип снимали к 8 марта, и у нас были очень хорошие отклики. И мы рады, что вообще мы вызываем такие эмоции у женщин и детей. Давайте смотреть в эфире «Страна ФМ». Спой мне, мама, на закате, сядь на краешек кровати. О себе мне, спой хотя бы раз. Кто ты, мама? Где ты? С кем ты? Пусть давно уж мы не дети. Все ж привыкнуть без тебя не можем мы никак. Жизнь привыкнуть без тебя не можем мы. Голос твой услышать мне, тронуть волосы и небо уйдать твоих прекрасных глаз. На земле одинокой, в голыбели высокой, жду тебя. Жду тебя. Жду тебя. Я жду тебя. А небес оболчает, слышу я, обещает ждать меня. Там тебе светло я знаю, пусть твой рай не обращает. Моя жизнь, моя жизнь, моя жизнь. На земле одинокой, в голыбели высокой, жду тебя. Жду тебя. Жду тебя. Жду тебя. Я жду тебя. Под небес оболчает, слышу я, обещает ждать меня. Я жду тебя. Я жду тебя. Я жду тебя. Я жду тебя. Жду тебя. Друзья, это телерадиоканал «Страна ФМ». Мы только что посмотрели и послушали очень красивый фрагмент рок-оперы «Карамазовы». И я хочу сказать Александру Рогулину браво. Спасибо. Между прочим, мы тут поговорили за эфиром, и я выяснил, что у Александра уже три альбома песен. Вот что с этим творчеством, Саша? В столе. Да, в столе. Так как и вот рок-опера была тоже в столе два года, вообще ничего не происходило, и вдруг вот Господь сказал, что нужно что-то делать, надо уже начинать. И, в общем, так раздвинул мне время, у меня ничего не было ни в кино, ни в театре, ни в мюзикле. И вот все, что не делается, все к лучшему. Нужно верить в свою звезду, вот, и звезду, которая, звезд, которая находится рядом. Ну, смотрите, есть ли надежда у поклонников творчества Александра Рогулина, что мы увидим вас не только в кино, на киноэкране, в фильмах, не только на театральных подмостках, но и на сцене, исполняющего собственные песни, альбом можем как-нибудь приобрести Александра Рогулина. Что с этим? Ой, да вот с этим, с этим вот сейчас вот у нас главное, это наши Карамазовы, это самая большая радость. Вот как бы лучшего воплощения меня самого вот представить я даже не могу. Поэтому я вот сейчас на каком-то таком подъеме, я сейчас абсолютно чувствую себя правильно занятым, скажем так. А с тем поглядим куда-то, в общем-то. Вы уж посмотрите, да, посмотрите на этот альбом. Мне кажется, Саш, ты уже как бы когда-то почеснул крупную форму, то о каких песенках может вообще идти речь. Вот именно. Это все, ну, другой масштаб уже развернулся. Значит, будем ждать следующую рок-оперу тогда, если говорим о масштабе. Рок-мюзикл, вот, он сказал, все, ждем, друзья. Ну, а сейчас мы ждем живое исполнение. Что это будет? Объявляйте. Это будет дуэт Мити и Груши, Грушеньки и Митеньки. Вот, это такой финальный номер, да, после которого идет еще два финальных. Но мы фрагмент исполним, невестный. Но мы исполним фрагмент, да, не будем, как говорится... Приходите 24-го, да, на рок-оперу, там будет все. Да. Заманим сейчас мы, да, первым. Живое исполнение в эфире «Странный ФМ». Да, да, да. Екатерина Гусева, Александр Рогулина. Раз, раз, так. Есть контакт? Да. Раз, раз, а у меня это что-то не слышно совсем. А вот ты вот здесь вот. Раз, раз, а, ой, отлично. Ничего себе, Катя, ты закончила инженерный уз. Да, радио. Кто-то учился в этом радиотехническом вузе, да. Я учился в радиотехническом вузе, но владеет аппаратурой катера. А Катя крутит. А радистка Кэт. Ма-ма-ма. Музыку дайте, пожалуйста, оркестр. О, махни, когда. Говори, говори мне, что любишь, Как в ту ночь говорил, говори теперь. Говори, что вовек не забудешь, Потому что твоя я навек, поверь. Мой хороший, мой добрый, мой сильный, Мой отважный герой, мой свирепый зверь. Ты царица моя, ты святыня, ты душа моя. Без тебя мне не жить, твои губы, глаза, твое имя. С той минуты святой я не в силах забыть. Коль свершил ты, Господь, это чудо, Так свершишь еще только одно сверши. Когда остынет солнце, Когда иссохнет океан, И разлетятся звезды По своим праведным мирам И в темноту вселенной Вдохнет Господь тот вечный день, Мы будем в нем, спасение мое, Любовь моя в тебе В тебе В тебе В тебе В тебе Браво! Спасибо. Екатерина Гусева, Александр Рагулин, Друзья, фрагмент рок-оперы Карамазовой В эфире телерадиоканала Страна.ФМ Огромное спасибо, огромное удовольствие Мы получаем здесь, Зрители и слушатели Страны.ФМ У нас есть тот номер, Который приносит своему обладателю Два билета на рок-оперу Это Лилия из Балашихи Лилия, мы вас поздравляем 24 мая на вечер ничего не планируете Вы идете на замечательную рок-оперу Мы вас поздравляем И ждите звонка от Страны.ФМ Так, я вам желаю, чтобы у рок-оперы Было большое будущее Вы, кстати, как это планируете? В Москве выступать, гастроли потом по городам Как вообще, какие замыслы? В Москве гастроли, потому что Мы открыты именно для гастрольной истории Потому что у нас очень-очень минималистический Театр минимализма И декорации у нас очень простые Именно так Мобильная очень История, да А главное, что в этой форме Именно сам Достоевский Как раз-таки и возможен настолько Причем это последний же его роман Да, через два месяца он После издания скончался Вот, поэтому и гастрольную версию Возможно в Санкт-Петербурге В будущем году тоже будет Спектакль представлен Обязательно будет идти Планируем Удачи вам Хорошего театрального сезона С Карамазовыми Ну и с другими проектами С театральными С проектами кино Ну и с музыкальными Большое спасибо Спасибо, Роман Всего доброго Спасибо, Роман Друзья, 24 мая Приходим все на рок-оперу Карамазовый Театральный центр На Страстном Екатерина Гусева Александр Рагулин На Стране ФМ В программе Лучшие в стране До новых встреч Пока Спасибо Пока Лучшие в стране На телерадиоканале Страна ФМ Субтитры сделал DimaTorzok